Всем привет! В этой серии мы вам расскажем о встрече Мишани и дохлого дельфина, о том, из чего будет состоять праздничный ужин в честь годовщины свадьбы и что такое термокарсты. Кстати, довольно неприятные природные явления, которые мы и опишем, и покажем, как они выглядят. Ну что ж, смотрите, а также будет 134 километра бескрайнего севера. Поехали! Опа! Доброе утро, Страда! Времени 6.30. У меня уже заведен мотор, чтобы зарядка проходила на холосты, иначе будет палить ремешок. Собираемся, одеваемся и по малой воде в путь. Подъем. Что? Зябка? Палуемся. А так да. Лен, ну как ты думаешь, надо в июне нам ехать или в августе в следующем году? В июне. До августа. С июня до августа, да? Вот тебе понравилось, молодец. Я думаю, мы здесь помрем, если мы с июня до августа здесь пробудем. Ченча. Мы будем вот такие опухшие головы от мошкары, и от комариков, и от всяких других гадостей, и маховых клещей. Доброе утро всем! У нас немного ветрено, немного штормит. Как обычно, мы смотрим наши машины, все листим и в порядке. А Герасим Васильевич, красавец, стал раньше всех, все у себя сделал, теперь варит воду. Да. Вкусную, морскую. Надеюсь, он с нами поделится. С просрочкой. Ты хотел сказать, с просрочкой? Нет, с просрочкой. Выкипите эту воду, у меня там соль получится. Не забывайте брать с собой соль. Все, ребята, надо собираться. Колеса надувать и ехать. Так, запустил вот новый трек. Сейчас посмотрим, сколько мы за второй день пройдем. Жуть, как интересно. Вчера мы, кстати, в Мишане дозаправлялся, где-то пол канистры залил. То есть где-то литров 25-30 спушили мы вчера соляры. Так, ребят, до Шойды нам 39 километров. Ну, 40, будем говорить, да? 45, я даже думаю. Потому что это измерение по прямой происходит. Ух-ух-ух. Ну что ж, поедем. Миша-ганья. Ну,cą Rawz news. Миша-ганья. Субтитры сделал DimaTorzok Ну да ладно Это у меня с заборником все-таки Когда я говорил о проблемах заборника Это означало лишь, что мой заборник в бензобаке Скорее всего стоит чуть-чуть выше, чем у остальных машин Поэтому топливо у меня по факту есть Но достать его мотор не может Поэтому я обсыхал немножечко раньше всегда Держи, что случилось? Держи, сепу почище, держи Давай Спустя какое-то время появились карстовые Даже не знаю, обвалы, завалы Что это такое? Торфяные такие навесы, которые потихонечку сыпались в море Зрелище жуткое и я бы не рисковал стоять под ними Ребята, ветер с такой силой дует в горд мне Что постоянно растет температура То есть стоит не развернуться В обратную сторону И ветер начинает дуть во входное отверстие И сразу же падает температура Как только я поворачиваюсь по пути И даю пятую передачу У меня все Сразу начинает греться Что, баллон украли, да? И распадушки Кто бы это мог сделать? А Миша ракушки дотыривает, да? Да Уходи Что следы наши? Размыло уже Вон где-то здесь мы плутали ночью Когда Угиба сломал завал Вон где-то здесь мы плутали ночью Когда Угиба сломал завал Все, отборну переплывай Все, отборну переплывай О, зацепились за что-то Яр какой-то здесь Да, форму переплыли Сейчас место осталось Зармали По пиццу Зацепились за первой yön melhor В、。 Блажción Зарм then Вон где-то Переплывая в очередной раз в турную местную, мы опять встретили морского зайца. Это настоящие пагетодные тюлени, льдолюбивые, встречающиеся в морях Арктики и также распространенные в Белом море. Они достаточно любопытны и частенько, когда мы вставали просто в воде, выныривали рядом с вездеходом, дабы посмотреть, что это такое будоражит воду. Пора закрываться, встречная волна. Радиационный фон 0,06 микрозивертов. Это очень мало. Потом, ребят, за какие-то полчаса это все зальет. Получу, конечно, что жутковато выглядит, особенно, когда у нас вездеход был присосан. Сейчас хочу проверить, доехать до этой косы и проверить, не легче ли там ехать, потому что здесь везде няшка. А там, как и получается, возвышенность. Ну вот уже могу на четвертый ехать. А здесь, вот видите, даже высушивая, песок вон летит. Но пляжа один километр, который не заливает. Тут все заливать нужно. Ну все, вот и пляжа на сухой. Осталось махануть до шой. Переходим еще одну речку. Хочется сделать это в самом узком месте. Вот оно. Надеюсь, получится. Потому что течение сейчас очень сильное. Смотрите, как понесет сейчас. И ветер, и течение в одну сторону. Еще не всплыл. Влад всплыл, смотрите, что происходит. Идут группа в полосатых купальниках. Прям друг к другу прижимаются. Сейчас кто-то к кому-то вкупается. Ну-ка, кто первый. Ура, Мишка, победя-ка. Авария, авария. Ах, Тун, есть. Вот так вот, допрыгались. Допрыгались. Все, я уже ДПС шойный вызвал. Вот платор нужен пострадавшему автомобилю. Надо, ребят, просто другим колесом к берегу подходить. Вот это, которое вращается, оно должно первое косточить. При таком течении. ДТП у нас случилось. А у него это, газка. Сейчас оформим. ДПС шойный вызвал. Вода на шойне еще не успела подняться. И поэтому мы имели все шансы пройти ее хотя бы в среднем разливе. А это где-то 2-3 километра. В общем, нам практически повезло. Вся эта территория, по которой мы сейчас едем, затапливается. И по ней приходится плыть. Поэтому не зря торопились. И, в общем, хапнем поменьше соленой воды. Так, ребят, ну что, нам тут фуртануло вроде. Воды немного. Вот это ветрища. Открыл люк. Чуть не оторвало его. Кстати, видите черный мешок, привязанный к ящику? Это и есть тот самый мусор, который мы забрали на Песцовой на обратном пути. Такой мешок есть у каждого вездехода. Мы весь мусор забрали. То, что оставляли, и то, что находили. Естественно, мы не делали этого на побережье. То, как некоторые нам предлагали. А что это в экране взяли, а пластиковые бутылки не забрали с собой? Ребятки, там сотни тонн этого мусора. Приезжайте и собирайте. Ради бога. Вот, пусть вам будет это в удовольствие. Ничего, ничего, сейчас уже зацепимся за косу. А там еще метров три стоят вместе. Опа, а вон Димас уже перепрыгнул. Так они и глядели. Мы на корабль. Они на нас. Хорошо, а укачиваем. Жойна нас раскачивает. Волны пьются от корабля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да я песенки пою, чтобы не страшно было. Одному-то страшно бояться. Сейчас мы на абордаж возьмем. Ну что, сомалийские пираты, возьмем на абордаж эту парку. Волны, волны. Бляха, страшно? А что делать-то? Быстро надо, вести ход в труппе, опаздываем. Эх, рассудись. Рассудись, плечо. Мишка там кого-то подказовывает. Чего боишься? То-то же. Хорошо. Волна-то беломорская. Ох. Красно-дористая. Ничего-ничего. Вау. Вау. Уже тошнотки начинаются. Нет, нету. Зато радиация в норме. Все хорошо. Шойнинский маяк, он уже рядом. Ну, скоро выплывем. Обязательно выплывем. Еще выплывем. Выплывем лифт. А-а-а-а. Ну что, подходим? Ближе-ближе. Сейчас вот на эту косичку выпрыгнуем. И потом по ней везем. Уносит Мишку. Ой, уносит. Ой, уносит. Миш, поехали. Мишка. С траху-то натерпелся. Сучу. Хорошо все прошло. Интересно, сколько лет бочка в такой воде живет? Можно за нами-то не ехать. Можете попричесываться там после этого самого. После маяка. Вот мы до Аркаши добрались. У нас камера идет. Привет. Что-то откинь и перейдем. А зачем? Я всегда в них. Ребята. Аркаш, что мы встречали у бугряницы. И они поехали. Вот через местную переправлялись. И перевернулась у него задняя часть. Пепелаться. Это хорошо передняя не перевернулась. Передняя, чтобы блок. А слушай, здесь у тебя ограничителей нету, да? Нет. Цепочек-то, да? Поэтому она и кувырнулась так. Надо сделать. Ну, понимаешь, если бы стояли бы цепочки, у меня могло бы переднюю часть перевернуть. А, все бы кувырнуло, да? Я сколько мог держал, держал. В силу. И сечение кувырк только. Ай-яй-яй. Надо шерша делать аппарат. Шерша тундра узкая. Буина просто идет нормально привязывать. Опасно? Без загрузки-то он так плавает. Ну да. Загрузка была к нам. Все, наткнешься? Да. Все, забирай, он уже съездил. Минут на 20, если только. Все, ребят. В Шойне мы все дела сделали. Аркашу отдали запчасти от коробки. Новую коробку ему еще отправим. Мы опять ехали по Шойне и наблюдали такую неторопливую, размеренную жизнь. Кто-то чем-то занимался своими делами. Кстати, какие-то магазины еще не работали. Открывались только в 2 часа дня. Шойна спала. У нас, увы, не получилось опять побыть подольше, пообщаться с жителями. Я думаю, мы обязательно это сделаем. Но, увы, не в этот раз. У нас остается столько дел на коне, что придется обязательно приехать еще раз. А мы движемся, движемся дальше, в сторону дома. И чем ближе, тем дорога легче. Я бы себя видел со стороны, как ты несся, когда узнал, что магазин работает. Я таким быстрым тебя не видел давно. Я всегда такой быстрым. Заехали в магазин, купили сока. Воды нету никакой. Дозировочки так хотелось. Нету. Сейчас едем на маяк, надо перекусить, спрятаться от ветра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Раньше здесь, говорят, лошади были. Они весь этот повез съедали. Мужик свой достал. Да. Праздничный обед у нас. Ой-ой-ой-ой, какая молодец. Гроза теперь будешь вообще мошкой. Теперь будешь резаком главный. А я вам говорю, никогда не отдавайте все. Вам еще возвращаться. Долго-долго. Ну не все отдали. А как у вас резаком? Нам своего просто мало. Мы сначала чужое, а потом свое. Все, ребята, едем дальше. Дальше у нас по плану волосовая. Ребятки, волосовая. Если мы там сможем подняться, будет хорошо. До волосовой 60 километров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хотел, не думаю, что он ел дельфина такого вкусного Спасибо, конечно Добыл Ну, Олег, что добыли, что добыли Вот так, ребята, у нас ведь на ужин праздничный дохлый дельфин будет В общем, ребят, кто узнал, что это такое, пишите, интересно Ребят, смотрите, как прилив приходит Видите, как топит сразу все Вот только вода пошла Все прям топит У нас такой солный прилив по программам Видите, все ямки, все, все, все затапливает Моментом затапливает Сейчас перегулем Вот течение Приливное течение Река вспять поворачивается Ближе от моря Переплывать начинает Смотрите, несет как его Блинбок стульевает Куда все уехали, так кто дедушку спасать будет А вот не будем, это и надо было езжать Ближе от моря Река 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 Поддержаем Киев кустью. Наша здесь такая размягшая. Мяши стоят. Это ближе к песочку. С на прилива мыл приносим и оставляем. Вот эта няша получается. Особенно где-то в устье гречи, крюченьков. Везде она скампливается, собирается и очень много. Видите? Копает на сколько. Такой песок с глиной. С углиной какой. Вот и лупик как-то. Вертушка подвернула. Посмотрела на нас. Что-то у меня дурновато. Раскачек, дачек. Вы скажете, да какая там раскачка. Еле-еле шатает. Ребята, учитывайте то, что у нас камеры с оптической стабилизацией. И на них не передается вся картинка реальных кренов. Где-то градусов 10 может скрадывать за счет поворота кадра в камере. А что-то меня там волны уже в шторму бьют. Подталкивают. Вау. Хорошо. Да, скажу я вам. Перебрывать реку по полной воде, да еще небольшой шторм, это изыскренное удовольствие. Да, хорошо подпинывают. Ха-ха-ха. Е-мать-мотать. Там еще схожая помощь на берег выбрать такой прямой, но было здорово. Опа-ра-па-па-па! Кто-то прилетает. Ну не сдаешься наш гордый варяг, пощады никто не желает. Волна подходит, отходит, не могу подойти даже. Волной подбивает, обратно откатывает. Стою! Встал на колеса! Встал на колеса, ребят! Ура! Я земли коснулся! У меня там волна прям под зад подбирает, хорошо так с волной ебут. Ого-го-го-го! Где там кто-то? А вон, Мишаня выбирается. Ура-а-а-а-а! Давай снимай! Шторм перепал! Здесь он не только пустыня снаружи, здесь еще и внутри тоже пустыня. Песок везде. Ну как вам чепушествие? Ну а нас официально! Меня аж чуть не сблюнуло! У меня все в порядке! У меня был восторг! Поехали! У меня все в порядке! У меня был восторг! Волна длинная, большая, не переведет, а пообразовывает прям метра на полтора. Да? Дорогу, я знаю, на юг все время ехать дальше. Что там нужно узнавать-то? Короче, едешь по навигатору, чтобы машинка вниз ехала. Не съехала. Если ветер дует в Харию, значит я шагаю. Собакин! Пока! Удачи вам! Все, счастливо! Все, до свидания! Киев взята по полной воде! Шторм небольшой! Ну да, хорошо раздуло! Пока! О, смотрю, связь есть МТС на автомобильном телефоне. На автомобильном телефоне. Дай думаю, нам могу звонить. Приджний раз. Скоро, ребята, большая вода придет Поплаводчик я красивый нашел, желтый, веселый, позитивный Сейчас я его заберу Смотрите, какой красивый Какой красивый Возьму, пусть будет Ребят, решили ехать тундрой Потому что отлива ждать очень долго А вот и дорога тундровая Ничего, она наказана тут Смотрите, какой красивый КОНЕЦ 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 Ямы такой глубины в торпах, что просто едешь на второй передаче, в нее влетаешь и машина глохнет. То есть где-то на пол колеса проваливались. Воливая дождик, грибной тундровой, или грибной снег, или грибной дождь, не пойдешь. Дорога, по которой мы движемся, это зимник, о чем говорят установленные вешки. Летом она непроходима, а зимой по ней ездят вездеходы, снегоходы. Это нормальная дорога, в том числе и машины. Так, ехав по тундре, мы напоролись на термокаст. Что это такое? Термокарст – это процесс образования ландшафта в результате таяния почв в районах вечной мерзлоты. Это вызвано истощением растительного слоя вследствие естественной эрозии или глобального потепления. Кроме того, термокарсты могут также образовываться из-за перемещения тяжелых транспортных средств над зоной вечной мерзлоты. Размер термокарста прямо пропорционален количеству льда под земной поверхностью. Он зависит от объема и размера растающего льда. Термокарсты, как правило, образуются в арктических регионах нашей планеты. Формирование термокарста связано с несколькими факторами. Во-первых, это указывает на то, что климат стал теплее, чем ранее. Повышающаяся температура заставляет вечную мерзлоту таять и тем самым образует термокарст. Во-вторых, термокарсты указывают на рост количества осадков. Повышение температуры приводит к увеличению количества осадков. В результате дождевая вода, растаявшая вечная мерзлота, начинает образовывать небольшие долины или углубления. Большинство людей, живущих в термокарстовых районах Крайнего Севера, предпочитают строить свои дома на сваях. Это помогает и предотвращает таяние льда, так как дом стоит не на самой земле, и ее топит лед в вечную мерзлоту, а на сваях. Следует отметить, что термокарсты оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. Оттаивание приводит к выбросу в атмосферу парниковых газов, таких как метан, диоксид, углерода. Следовательно, термокарсты – это красивые узоры на поверхности земли, но они также очень вредны. Частые оползни и загрязнения воздуха парниковыми газами делают их неблагоприятными для окружающей среды нашей планеты. Кстати, вот так на спутниковой карте выглядят термокарсты, по которым мы сейчас ехали. Это для вашего понимания, то что вот эти красивые узоры очень труднопроходимы и лучше их избегать на маршруте. Гер, не доезжай у меня метров десять, слева яма крутая. Гер, не доезжай у меня метров десять, слева яма крутая. Гер, я следом еду тут, типа квадрика что-то на больших колесах проходила. Дима шел по следу квадроцикла «Сокол», на котором Иван из Каменки проезжал на Канин-Нос, туда и обратно он ездил. И мы как раз вот на этот след и наткнулись. Ну что ж, здорово, Ивану большой привет, он нам немало помог в этой поездке, за что ему спасибо. Кстати, кому интересно, Иван занимается организацией туров на мыс Канин и вообще на полуостров Канин. Так что заходите к нему в инстаграм, тур на Канин и общайтесь. Может быть и у вас получится побывать в этих местах. Вот такая у нас погода, ребят, льет как с ведра, то ли каша, то ли снег, то ли что, не пойми. Ну, ребят, сегодня годовщина свадьбы. Думали, какой-нибудь праздничный ужин сделать из остатка проскоши былой. Но, увы, наверное, будем бичевать по вездеходам. Потому как ни сил, ни желания подождем что-то делать нет. Сегодня мы уже прошли 118, а должно быть 130. Лоси, ребят, побежали. Две штуки, видел, Дим? Видели, видели, я же напугалась. Гер. Вижу, вижу его, вон глаза светятся и один белый стоит. Вот сейчас буду пропадок, говорите. Вот, упал. С бакном разлетит как-то. Ха, фигня. Какая. Подумаю. Алло. Светы сокола, ребят, на болоте. Ваня с каменки ехал здесь. Ваня, привет тебе большой. Может, по твоим следам едем. Да, ребят, завалился и рыбачок. Опа. А, вроде выехал. О, ребят. Все, приехали. Сегодня проехали 135 километров. Мне кажется, я простыл. Меня всего ломает, температурит. Поэтому я даже на улицу не выходил. Получил ебасту. Греешь тут, народные методы всякие. Использую. Выпал таблеток. Чуть фирвекса. Крягу спать лучше. Ставлю пораньше. Что-нибудь сделаю. Надо еще ремешок подтянуть. Давайте спокойной ночи. Молодцы. Движемся бодро. Ну, ребят, как говорится, варга варгой. А обед по расписанию строго. Времени у нас 21-22. И вот, наверное, будут у нас сегодня вкусные спагетти. Будут обязательно праздничные улицы. В честь годовщины свадьбы. Ешкин, поздравляю. Поздравляю, Дим. Сколько лет уже? Шесть. Чугунная. Шесть лет вместе. Да ну, красавчики. Завершился-таки. День сегодняшний был у нас сегодня. Марафонский забег. Преодолели мы сегодня. Километров сто с лишним. Шутка или спалили по баку солярки. Даже больше заправляюсь еще в димапсок. Вот. Юбилей у нас отметился. В совместной жизни Дмитрия Селиной. Завтра планируем, не знаю, получится не добежать до всем же. Вот, всем же там уже рукой подать. Так что вы забирать сил, готовиться к подвигам и свершениям. Всем спокойной ночи. До новых серий. Всем большое спасибо за просмотр. Напоминаю, что скоро мы сделаем серию подведения итогов о мысу Канин Нос. Мы выберем самые лучшие комментарии и сделаем видео, где развернуто дадим на них ответы. Так что пишите. Комментарии могут быть в любой серии, посвященному мысу Канин Нос. И может быть, как раз ваш комментарий будет развернут, отвечен и показан для всех. Всего хорошего. Пока.